Сбербанк, ВТБ, Тиньков, Альфа-банк, ОТП, Ренессанс-кредит. Пока одни раскладывают карты, другие мечтают побыстрее от них избавиться. По данным экспертов, долги россиян в 2022 году по кредитам могут достичь 1 триллиона рублей. Просрочки в основном фиксируют именно по потребительским кредитам. Хорошо поесть и вкусно отдохнуть, утверждают банкиры. Россияне любят больше, чем экономить. Он скрывает свое лицо и просит по возможности изменить голос. От сотрудников банка Алексей принимает до 50 звонков в день. Жалеет о том, что нельзя повернуть время вспять и разом отказаться от всех существующих займов. Говорит, сначала взял кредитку на 20 тысяч рублей, потом на 50. Через год аппетиты выросли и сумма кредита составила уже 100 тысяч. Всего за два года молодой человек накопил долгов более чем на полмиллиона рублей. Так получилось, что в скорое время уволились с работы и со своими долгами я расчетаться уже теперь не могу. Мы ездили отдыхать не один раз и по ресторанам выходили каждый выходной. Поэтому так получилось, что на 750 тысяч набрал долгов. Честно, не знаю вообще что делать. Думаю, наверное, как-то взять, может быть, еще один какой-нибудь кредит побольше. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, просроченная задолженность россиян в 2021 году достигла 955 миллиардов рублей. Только в одном из самарских банков в прошлом году горожане взяли 35 тысяч кредитов более чем на 25 миллиардов рублей. Правда, некоторые самарцы либо не признаются, что используют средства банка, либо действительно отказались жить взаймы, получив в прошлом негативный опыт. Я взяла кредит, по-моему, какой-то телефон даже в кредит. В итоге потеряла работу, платить мне было нечем, я влезла в такие долги. А еще там был такой банк, нужно было платить четко определенного числа. А я просрочила раз, просрочила два, и в итоге бедная моя мама за меня выплачила. А вы берете кредиты потребительские? Нет, это грех. Сумму брала я сто из 250 тысяч рублей, это на развитие бизнеса, ну и на личные потребности. Трудности возникли последние два года как раз в связи с тем, что с пандемией, поэтому пришлось некоторые бизнесы перезакрыть. Мы не считаем это нужным, у нас есть денежные средства, справляемся со своими силами. Сейчас считаю неразумным браться, процент явно завышенный. Был в долгах, потом разрулил эту ситуацию, и сейчас решил не брать. Чувствуете лучше себя в связи с этим? Конечно. Целевые кредиты, по утверждению банкиров, на сегодняшний день самый востребованный у потребителей продукт. Обычно деньги берут на ремонт, рефинансирование других займов, приобретение крупных товаров, автомобилей, загородной недвижимости, а также на отдых за рубежом, который длительное время был недоступен из-за ограничений, связанных с пандемией. Пиковый период спроса пришелся на весну, когда цены были исторически минимальными, и, соответственно, спрос населения возрос на потребительские кредиты. И также в период предновогодних праздников клиенты активно решали свои задачи с помощью финансирования банков. Правда, взять кредит – это только половина дела. Погасить задолженность вовремя удается не всем и не всегда. В этом случае банки предлагают несколько вариантов, начиная от рефинансирования, заканчивая кредитными каникулами. У нас есть кредитные каникулы и готовы оказать поддержку каждому клиенту. Поэтому необходимо обратиться в банк, либо на горячую линию, либо к нам в офис, и, соответственно, мы поможем каждому клиенту. А вот скрываться от сотрудников банка и коллекторов, как поступает наш герой, крайне нежелательно. Платить все-таки придется, и, скорее всего, по решению суда. Кредитные карты – это зло, которое поглощает. И ты вроде такой, всегда думаешь, что у тебя есть деньги на карте, что ты такой с деньгами, а на самом деле у тебя ничего нет, и ты становишься добростью больше и больше. Чтобы подобного не происходило, стоит почаще вспоминать народную мудрость. Берешь чужие ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Ольга Павлова, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События.